Добрый день, дорогие друзья, любители шахмата, всего русскоязычного интерната. С вами говорит гроссмейстер Алексей Ермолинский. Продолжаю работу над партиями турнира претендентов. Третий тур. Вот сейчас будем смотреть, что произошло в поединке между Александром Брещаком и Ван Хао. В общем, Ван Хао герой старта. Чуть бы он не стал совсем героем, поскольку, выиграв первую партию черному своего соотечественника День Лежения, он стоял просто выигранный во втором туре против Гири, но вот реализовать не смог. Но все равно полтора из двух. Брещак начал с двух партий против своих соотечественников и вот теперь белыми. Но мы ожидали большого напора со стороны Александра. Однако же его выбор против русской партии нас удивил, поскольку в этом положении было сыграно Д3. То есть Д3 вместо Д4. Ну так, в общем, можно что сказать? Если, скажем, Д4-Д5, вроде бы посмотреть можно на позицию, сказать, да у черных вообще отлично. Симметричная структура и у них более активный конь на Е4. На самом деле этот активный конь как раз и создает проблемы, поскольку белые начинают подрывать его, атаковать пешку Д5. Но все мы это знаем, конечно. И иногда черным приходится этим конем возвращаться на Ф6. Поэтому у белых какая-то есть инициатива. Разумеется, дебют очень крепкий все равно за черных, и там много всяких было партий знаменитых. Но однако же все равно это остается главным теоретическим продолжением. А вот после Д3 и теперь Д4 получается у нас на самом деле разменная французская уже с вышедшими вперед конями. Ну, я бы сделал одно замечание здесь, что почему для белых это все-таки, ну, интересная, даже, может быть, заманчивая возможность. Потому что по классическим канонам игры в разменном варианте французской защиты, черным не нужно дублировать ходы белых. Рекомендуется наоборот. Вот если выставляют коня на Ф3, ставится его на С6, слона на Д6, а этого коня на Е7. Готови ход слон Ф5 с разменом белопольных слонов. Эта стратегия была лучшими шахматистами, много раз продемонстрирована, лучшими специалистами во французской, там, Найджел Шорта, можно вспомнить, да и очень многих других. Но коня в 6, тем не менее, не может это все быть так плохо. Но вот выдал здесь Александр такой шаг. Я думаю, что он был, ну, как-то настроен на положительный лад, благодаря партиям Магнуса Карлсона, из этого же самого варианта. Причем они не то чтобы очень там свежие, это была на Ческоме, это вот профессиональная лига, про лиг. В 17-м году он сыграл так два раза. И, ну, можно пробежаться вообще глазами, что вот тут было. Когда Ферзь и Е7 с ним ходили, он бил. Вооружан, Акабян с ним взял королем. Ну, конь с 3 теперь. Для, для скорейшего развития. Ну, белое поставили конька на Е5. Значит, черным, естественно, на Е4 не поставить. Ну, и началось вот такое вот, типичное Магнус совершенно такая вот. Он пошел вперед. Ну, в общем, трудно такое выдержать. Вооружан пошел Ц5, остался с изолированной пешкой и партию проиграл. Стоит он здесь заметно хуже. Конь на Б6, конечно, не украшает. Ну, вот. А Георг Майер, немецкий шахматист, сделал с ним своном. Но тогда белый свон выскочил. Теперь Магнус играет по-другому. То есть он коня теперь сам ведет туда. Конь на Е5 это то же самое, но вот конь на Б3. Я только что сказал, что конь на Б6 стоит плохо. Ну, это я Тароша повторял, да, который говорил, что конь на Б3 или Б6 всегда стоит плохо. Но меня всегда удивляло, как же так. Добрый доктор сам-то играл конь Д2 против французской. И потом, ну, частенько выходил этим конем на Б3. Наверное, в хороших руках конь на Б3 может стоять неплохо. Это уж точно. И вот здесь конь пришел на Ц5. Черные взяли. Что, ну, естественно, сомнительно. Что ж тут сказать. Отдавать свона. Но теперь у Магнуса преимущество двух свонов. И он эту партию уверенно выиграл. Ну, вот посмотришь на такое и подумаешь, ну, почему бы и нет. Я тоже так хочу. Вот Саша так решил. Но ответ Ван Хауа был другой. Слон Е6. Я думаю, что, разумеется, рассматривал Александр это в своей подготовке. Ход более правильный. Черные должны нарушать симметрию. Этот закон все равно остается. Ну, ладно, белые пошли сюда. Вот симметрия нарушена. Ну, а что тут белым делать? Ну, сначала рассмотрим партию между Вашьей Лагравом и Дмитрием Андрейкиным. Недавно сыгранную на последнем этапе вот этого гран-при фида, который игрался в Иерусалиме. Вот так вот. Теперь Дмитрий пошел резко довольно. Конь С6. Вратите внимание, пешку С7 он не трогает. Потому что проводит Е5. Немедленно. Все было разменено. И вот здесь вот у белых, мы поговорим еще об этих позициях, просто вот им примитивным хода не хватает. Для того, чтобы выставить там С3 и потом выйти слоном. Наверное, не получается. На слон Е30, конь Ж4. А в ответ на этот ход Дмитрий пошел Д4 вперед. В общем, черные просто опередили в развитии. По этой причине белым всегда не хватало одного хода. Даже здесь. Успели бы белые пойти в ладе Е1, они бы еще поиграли бы эту позицию. Потому что все-таки преимущество двух слонов. Если удастся ограничить черного коня, то почему бы и нет. Но здесь Дмитрий пошел конь Е4. И пришло время соглашаться на ничью. Вот так вот. Ну хорошо. Значит, Александр пошел в С3. Какие тут нюансы? Ну, нюансы такие. Вот против этого плана с Е5. Почему бы белым не сыграть Ф4? Я, кстати, между прочим, об этом подумал. И когда мы с Володей Добровым обсуждали все это вживую, то я и говорю, ну, Ф4, конечно, но мы понимаем, там, С5. И, наверное, будут у белых затруднения с развитием. Действительно, в короткую сторону уже не рокируешься. Но вот сейчас я думаю о том, а почему бы, собственно говоря, белым не попробовать. Сыграть вот так, вывести слоника на Д2. Очень культурно. Хода Е5 они воспрепятствовали. И рокироваться в длинную сторону. Ну что, матом там никаким не пахнет. Ну и потом начать давление против пешки Е6. Отсталой. Ну, наверное, черные могут что-то попробовать. Может, какие-то конь Б4 есть, прыжки. Но это уже надо разбираться. Ну, так что возможность это интересная на самом деле. И, может быть, может быть, если бы у Александра была какая-то другая установка на партию, может быть, он бы ее проверил. Я уверен, что он все это дело смотрел. Но решил он пойти Ц3, что, в принципе, ход довольно тонкий. Вот, скажем, если черные пойдут конь С6, пытаясь действовать так же, как Андрей, побыстрее проводить Е5, то белые уже с большим удовольствием пойдут Ф4. И здесь, ну, в общем, начинается железный зажим. Не знаю, какой там Нельсон, там, двойной или тройной. В общем, черным здесь долго-долго придется обороняться. Поэтому Ванхаус играл Ц5. А теперь конь Д2. Но не хотел он брать в этой ситуации на Ц5. Там действительно, когда белые уже пошли Ц3, может одного хода не хватить убрать короля из центра. В общем, это надо было Ф4 смотреть сразу же. А здесь игра идет, ну, по похожим рельсам катится партия. Как и в поединке между Вашьев Агравом и Андрейком. Ну, вот вопрос, почему Ванхау разменялся? Я вот видел, что комментарии на интернете разных шахматистов. Сильных, очень сильных. И рекомендовалось вот так продолжать. Ну, кажется, все очень похоже, да? Теперь белый играет слон Е3. Вот атакует пешку Ц5. А ход Д4, он, ну, не такой вот он, жевательный, как у Андрейкина получилось. Пешка остается изолированной. Белые, разумеется, на Д4 меняются. Ну, что, ну, слон, очевидно, сильнее коня. Ну, вот те, кто видели мой ролик, который я только что записал про партию Гири в Ашьев Аграф. Ну, похоже что-то, да? Вот эта вот пешка. Она надежно слоном блокируется. Весь вопрос в том, что как черным врываться куда-то, в общем. Что делать этим конем, не так легко. В общем, белых-то стратегия простая. Они хотели бы разменять одну пару ладей. Это полезно, чтобы от лишней тактики избавиться. Подойти королем немножко, может быть, через центр. А может быть, встать прямо напротив этой пешки Д. Можно пытаться ее выиграть. Там, в общем, о черном непонятно, что делать. Ну, в общем, поэтому мне кажется, вот этот ход более правильный. Потому что здесь у белых все-таки есть затруднение с развитием. Хотя я понимаю, что пешка Д5 изолирована. Вот что здесь Грищук делал, это просто замечательно. Вообще, даже, я бы сказал, знаменательно. В этой позиции он проявил полнейшее хвод на крови. То есть, никакой паники от того, что у него слон стоит на Ц1. И ладья не соединены. Он сделал такой ход для начала, ограничивая коня черных. Даже этот шаг, который отгоняет белого короля, не смутил Александра. И на это очень спокойненько. Ладья Д1. Ну, черные все вот уже просто готовы. Сейчас они что-то сделают. А, собственно говоря, что? Вот начал здесь Ван Хауа потихонечку думать. Хотя шахматист он бойкий. И вообще его так, ну, сбить с толку довольно нелегко. Но, наверное, он не совсем понимал. А что, собственно говоря, я собираюсь сделать? Белые вот так вот ползком-ползком. Король Ж2. Ладья Б1. Слона этого выведут. Ну, наверное, черным приходится думать о размене чернопольных слонов. Это, в принципе, и случилось. На ход слон Д2. Ну, бить на Б2 плохо. Ладья Б1. Ван Хауа сыграл слон Е3. Ну, может, таких позиций говорили. Наверное, для черных все-таки лучше, чтобы пешка не двинулась на Д4. На Д5 она и конем защищена. И, ну, хоть как-то ограничивает белого слона. Однако, белые продолжают играть. Аш4. Ну, какой-то был сделан ход Ладья Е6. Но все-таки не разобрался китайский гроссмистер в позиции. У него ведь не так много оставалось ходов так, для того, чтобы, ну, что-то противопоставить стратегии белых. Видимо, следовало идти вперед. С главной идеей использовать поле Е3. Ну, вообще говоря, загрузить туда коня. Возникает такой вопрос. А что, если этого коня свяжут? Здесь, в этом варианте, у черных есть прекрасная идея. Фигуры они отыгрывают. Ну, вы спросите. Ну, хорошо, фигуры вы отыграли. А что с пешкой-то делать? Скажем, если пойти здесь ладьей на Б2. Ну, белые ее тут культурно разменяют. Слон на Е4 контролирует все. Ни на С2 не пускают, ни по линии Е. Ну, вот, разменялись, и что? Лишняя пешка. Белые будут спокойненько, потихонечку ее реализовывать. Перспективы проходные на обоих флангах. Ну, вот, упомянули мы этого слона. Какой у белых сильный слон. Поэтому надо сразу его взять. Вот этот вариант разворачивает просто вообще все. на 180 градусов. Ну, вот, это вот телега-история, эти оглобли, развернулись просто и поехали совершенно в другом направлении. Шах. Король Е5. Ну, так подумаешь, ну, ладно, тут черных контр-игра. Да нет, тут не контр-игра, тут у черных явное преимущество. Просто явное преимущество. Они просто движут, проходят вперед королем с пешкой D. Это очень опасная позиция у белых. Ее было бы довольно непросто удержать. Если этот вариант вообще бы не годился за белых играть B3. Ну, тогда я не знаю. Может быть, можно было как-то этого коня, дать этому коню прийти на E3 и как-то, ну, пережить это дело. Ну, я думаю, что в этом случае у черных была бы полноправная игра. А вот Ванхау просто пошел ладья Е6, теперь очень вовремя было взято. Король подошел. И ладья до 2. Теперь мы говорим о довольно длительном давлении со стороны белых на позицию черных. Думали мы с Владимиром Добровым, что с черным делать? Очевидно, что белые будут надвигать пешкой королевского фланга. С идеей в нужный момент оттеснить коня, и тогда наброситься уже на пешку D5. А может быть, и какую-то проходную создать. Из этих соображений, ну, аж 5, наверное, единственный ход, который этому плану препятствует. Делать его очень не хочется, поскольку теперь придется защищать пешку на G6. Долго. Но, тем не менее, мы считали этот ход правильным. Ванхау так не пошел. Значит, он подумал вот что. Ну, меня вот тут будут атаковать в центр, я приду королем, защищу эту пешку, а сам пойду ладья F8, чтобы проверить белого короля. Как он там на линии вся чувствует. С угрозой конь Е4. Ну, что ж, действительно, это, в общем, заслуживал внимания. Однако Грищук не спешит. Он пошел, пока ладья D1 сдвоился. Ну, теперь мне не совсем понятно, почему Ванхау не продолжил свою идею. Но все-таки мог вот как-то зайти на Е3. Ну, не то, чтобы он чем-то там конкретно грозит, но... Но белому тоже надо как-то вообще думать, что и как. Может быть, G4 здесь и не очень удачно. Может быть, какой-то ответ. Там конь D7, кто его знает. Или даже D4 с идеей конь D5. Ну, в общем, больше в позиции сохраняется напряжение. Вот ладья Е6, он какой-то вообще никакой. Двинулся Грищук вперед. И еще раз вперед. Вот так вот. Ну, мы думали, что у Саши все идет по плану. В общем-то, поверхностную игру противника он использовал довольно неплохо. Простыми, но эффективными средствами. Со временем у него было все нормально. До контроля осталось всего 9 ходов. Ну, мы не знали, конечно, дожмет или не дожмет. Но уж ожидали, что давить будет очень серьезно. Варианты типа таких за черных вообще не рассматриваются. Потому что по линии аж все рухнет. Но играть G5, с одной стороны, логично. Ну, как-то придержать белое пешечное большинство. Зафиксировать на белых полях эти пешки. Но говоря о том, кто кого фиксирует. Такой ход будет сделан. Ну, теперь я не знаю. Дело в том, что конь-то должен стоять на F6. Чтобы защищать пешку D5. Получается, позиция очень неприятная. Ходить в конь G8, наверное, как без пешки останешься. Так что, пошел здесь ванхау король F7. Назад. Ну, очень культурно. А3. Здесь играется ладья Е8. Ну, в общем, идея этого хода, она оказалась довольно прозрачной. Хотя вот, я признаюсь к нашему стыду. Ну, внимание все-таки у комментаторов рассеяно. Там четыре партии играются одновременно. Мы вообще эту идею прозевали. Ну, ладно, нам, в общем-то, позволено. Наоборот, зрители порадуются, начнут пальцем показывать в экран. О, говорят, два сидят там. Зевнули конь Е4 идею. Ну, да. Но, я говорю, нам-то можно, а Гречуку, но никак нельзя было. После партии Александр был, ну, просто очень и очень недоволен собой. Что он пропустил, ну, довольно очевидную идею черную. Что требовалось пойти? Ну, мне больше всего нравится ладья С2. Я думаю, что все-таки одну пару ладей уже можно разменять. Чтобы как-то не иметь дела с этой тактикой. Ну, вот сюда. Ну, пойдет он ладья Е5. Здесь вот мы рассматривали в подобных позициях все равно задвинуть А6. Ну, я понимаю, что на Ж6 вроде бы теперь не слабость. Но ведь у белых всегда будет какая-то возможность в каких-то глубоких шпилях ударить на Ж6. Если конь черных отойдет. А коня могут и попросить отойти в какой-то момент. Ну, как вот скоро пойдут Ж5? Ну, я не представляю. Мне кажется, что у белых здесь просто выиграно. Ладейное окончание ужасное у черных. Даже если они могут до них добраться там. Даже если конь Е4 можно пойти. Что, разумеется, теряет просто пешку на Д5. Даже если белые бы взяли, все равно. Они потом выигрывают эту пешку Е. И, в общем, пешка А6 представляет из себя зверскую силу. Поэтому, ну, не знаю. Вместо этого размен. Но это еще ладно. И ход Ж5 подталкивает черных к этому. Ну, здесь уже сделать ничего нельзя. Ну, в общем-то, Саша попробовал. Какая-то последняя у него была надежда. Что-нибудь сварганит здесь с четырех владейным. Ну, мат не поставить. Для того, чтобы эти влади были эффективными, нужна пешка на шестом ряду. Да еще на А6 или Ф6. Чтобы поддерживать влади уже 7. Иначе матовых идей нет. А без матовых идей, ну, просто не хватает пешек на доске. Ничего здесь, конечно, не могло получиться. Партия закончилась ничью. Ну, что ж. Очень разочарован был Грещук. И, мне кажется, с этого момента вот у него и пошли эти разговоры, что, может быть, турнир не надо было проводить. Здесь я выскажу свое мнение по этому вопросу. Я Сашу, хотя лично с ним не знаком, уважаю. Я просто восхищаюсь им. Всегда им восхищался. Как шахматистом и человеком. Но, мне кажется, в таком случае он был неправ. Как бы ему не было бы тяжело, и турнир не складывается, наверняка, ну, волнение по поводу домашних, там, все-таки семья, все понятно. Но журналистам в наше время, ну, нельзя бросать такого рода кость сахарную. Они из нее разведут такой бульончик, что потом вообще, ну, не отмоешься от этого. Ну, лучше было бы по такому вопросу, мне кажется, держать язык за зубами. Сейчас идет сильная волна по интернету и все. Я не хочу об этом много говорить. Видео-то, в принципе, шахматное, а не политическое. Ну, в общем, я думаю, что вы поняли, куда я клоню. Ладно, спасибо вам за внимание. Вернусь о лучших шахматной работе, поскольку от таких разговоров только настроение портится. С вами был гроссмейстер Алексей Ермолинский, и скоро возвращаюсь с моим следующим роликом. С вами был гроссмейстер Алексею Дубровскому.